еду своей машине на маршрутке буду смотреть как там делается сегодня солнечно вот буду смотреть как они там делают суббота отвез машин на ремонт на такси доехать очень дорого она надо ехать туда улуса там уже пешочком пойти там но где-то километра полтора ничего страшного их ноги мои ноги так что вот так вот сегодня солнечно ночи было конечно очень холодно но но уже тепло пойдет к концу недели 25 градусов плюс 25 город живет своей жизнью маршрутка полупустая суббота воскресенье обычно полно народу потому что все на рынок еду туда волос такие дела ребята поеду там сниму вам автосервис как все там оставайтесь на канале нашим короче говоря мои мучения продолжаются машиной но это турция турции машины ремонтируют очень дорого здесь лучше купить салона а салона купить извините за такую цену машину можно купить например казахстане 5 машин россии то же самое 45 машин можно купить хотя в россии тоже связали на марки дорогие на настолкать как здесь без очень дорого очень дорого ничего ничего как не будет самое вот город это вот это айвалы едем проезжаем везде вот они пустые млак вот это вот агенция недвижимости никого нету вот цены конечно уже падают на квартиры но никто сразу не берет машина была пустая машина была пустая машина была пустая машина тоже сломала тоже сервисе за хунда и сломалась у него на горное место здесь нужна машина живая живая машина холмистая саллистый город на этих подъемах машина гробишь конкретно в анталии пекла там краска отлетается отлетает греется там когда без кондиционера машина вообще труба на умудряете ездить без кондиционера даже старых турецких машинах это турция дорогие мои везде свои нюансы везде свои плюсы везде свои минусы на 17 лет маршрутка там если от остановка до сервиса есть на такси доехать 50 лишь но я пешком найду хотя здесь 50 лет за деньги не считается все светит видите уже все фруктовые деревья все все цветах здесь очень много фруктовых деревьев вдоль домов тот дорог и здесь фруктовые вишни черешня яблоки абрикосы все это главная трасса сейчас поедем мы с вами главная трасса уже сто раз идет от этого тоже все вот здесь вот большая частная поликлиника называется лопман геким вот этот вот здесь очень очень хорошие доктора здесь очень хорошие доктора частная конечно частная одесса вот средняя школа до восьмого класса здесь учатся а вот здесь же уже литей уже после восьмого класса вот это уже сразу отдельно они стоят магазине бим торговля торговлю ветер распродажи одежда текстиль но это турция воздействует народный хлеб продаются полки кмеке дают по государственным ценам на соревнование сейчас сравняли с почти ценами на который маркетах почти там кайна на одну лире разница на так все так же все так же мебельные магазины вот опять агенция недвижимости от опять агенции недвижимости как резко вот такие вот на улицах без вот этлик маркет на маркет такие вот такие маленькие магазинчики такие мебель для дома агенции недвижимости аптеки отец гони аптеки вот парик маркетский бербер телефон ремонт или день с банк это замечает главная мечеть центральная мечеть и клика центральная мечеть и клика внизу маркет и цветочные внизу мечети маркет и наверху мечеть ну вот везде вот это вот реклама это депутатов головой он а вот внизу мечеть и вот и смотрите маркет и вот здесь центрального торгового центра длика диджарет мэркези своеобразный город вот здесь вот кафе как кофе продают всякие вот это чай и мои вот эти вот оскар в 1975 году открыто вот здесь в основном семейный бизнес семьи 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 вот в основном всеми работают вот у них бизнес семейный везде поэтому чужие здесь нет чужие здесь не полезут вот говорят вот это надо открыть бизнес у мнения не здесь где тут это не катит тут и здесь это не катит здесь вот семейный бизнес семейный бизнес вот это весело здесь в магазинчиках во всех это отец и нам сын же это за это мать дочка и вообще вот такие вот эти у них везде семейный бизнес родственные вот не кумовство нет это не надо путать не кумовство семейные все семейные только из своей семьи берут на работу и везде все уже это самое тут чтобы развернуть свой бизнес нужно иметь очень много знакомых очень ой это почти невозможно приехал вот здесь на промо открыл свой бизнес нет это ребята утопия утопия вот а показывали свое время отказах и как пришли вот на проваля алане хотели строить тоже дома как и тогда вот это все все нет все в этом уже вы тишина россияне приехал мы тоже будем тоже тишина потом это не знаешь что выживает это просто потому что это невыгодно сго семей должно быть или нас должно копирироваться друзья вот 5-6 друзей который деловых тогда другое дело один одно дело 2 клиента могут 3 еще что-то 4 это вот у них семейный вот так вот вот как такие дела дорогие мои это турция и надо говорить что вот мол тут это само плохо нет просто своеобразно понимаете все своеобразно здесь здесь прийти например открыть свой кафешку свой магазин ну откройте возьмет в аренду ну и что дальше а где поставщики все остальное налоговые законы поставщики товаров очень тоже тоже очень это самое поэтому бизнес надо создавать там где ты родился вырос где-то одноклассник у тебя друзья родственники или же например например приехал сюда да допустим да это конечно утопия тоже женился на местной например у которых везде знакомые все все они тебя потом эти их потянешь вот поэтому говорят же везет тогда где ты родился удачно у кого родился и на ком женился таки вот дела ладно вот так вот пока ребята пока